всем привет пляжку депста а вот серёга наш сосед серёга что делаешь понятно ты любишь летать кататься трюки будешь показывать это плохо заканчивается все трюки что за фирма это флайсерфер ничего себе это стропы такие тоненькие из чего не сделано какой-то нейлон на такой стоит размер его сирога метров 7 народал так в длину это что за аппарат это планка со стропами помощью которой ты управляешь кайтом план серёга на днях летал здесь поднялся на высоту 50 метров потом не знал как опуститься короче была погода в которую лучше вот такая длина сколько длина в строп 30 метров примерно вот такой дошли уже вот где скай скайт правильно даты кайт кайт сёрфинг трюка сколько занимаешься кайт сёрфинг он требует теплой воды желательно поэтому поэтому конечно у нас в россии ну зимой катаемся по озерам у нас там в омске я видел как-то на по иртышу катались очень много скайтеров что идем за доской можно поснимаем немножко это другой вид спорта а это как называется вид спорта вин серфинг с парусом получается доска доска это надувная да не надувная это круто как у акулы плавник остренький больно ударит если чё твердый вот такая доска такая доска такой парус серёга он ходит стропу растягивает вас как зовут дима очень приятно дим даже еще и психолог да ты доктор получает с высшим образованием да круто понял понял я какой заканчивал университет да на какой-то санкт-петербурге ты родом оттуда да а с урала на урале море не было начать я потянула на на море какие-то а там чем занимался на урале какими-то активными я тоже занимаюсь мотоспортом снегоходным спортом так любитель не профессионал но люблю это все дело до переломы есть и вывихи тоже везде да даже здесь у меня тоже мопед спортивный на нем гонял вчера по местным тот серпантином и горам вот так собирается парус круто твердый такой у меня канал на ю тубе посмотрите потом там просто про свою жизнь путешествия по миру разные там общественные дела но так чисто все когда со все что моей жизни происходит я потом серёге ссылку сброшу серёга серёга вот стропа все запутался братец нет все хорошо видишь надо все посмотреть чтобы затяжек не было потому что тут достаться места мало не занимайся мою территорию серёга серёга учит детей запускать змея спасибо ветер слабый серёга экипировался дима тоже даже шорты одел синие водные серёге такие шорты гуа какие-то там да у нас тут острова пальмы наши любимые ой на морях классно на этих тёплых татанцах на Бали на Бали небо Вьетнам, Таиланд это çay й пин это что? это чай буэр для чего? для уверенного глиссирования на воде mez пробовали кстати чай вкусный а tt Как в детстве у дедушки. Барашки там уже появились. Это значит, что ветер идет. Ох, пацаны, ныряют. Да, ладно, я хочу, как я гуляю. Деревья шатаются. О, Серегин скайт уже. Точнее, кайт. Внимается. Серега потащил. Дима наблюдает за ним. Ну все, мы пошли. Давайте, удачи. Так, Серега в воде. Так, ветер поднимается. Круто. Погнали. О, Серега улыбается. Так, Дима сейчас его хочет догнать. Так, метров. 200 ушел уже, Серега. Сюда поехал к нам. Круто, красиво. Иба, давай догоняй его. Опа. Опа. Погнали пацаны Удачи Кудепта вас любит и ждет На берег Спортсмены 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 Километров 40 скорость у него в час. А то даже и побольше. Так, вот Дима. Дима сюда идет. Он не плавает, он идет. Сами знаете, что у нас плавает. О, скорость километров 20 в час была. Дима. Разворот. Так, теперь они погнали вдвоем. Так, Дима догоняет Серегу. Но скорость, конечно, ниже. О! Серега там купается. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Дима, ну расскажи какие эмоции? Мало ветра, мало, не хватает. Вот надо идти брать сайфсерф и спасать Серегу. Его опять сливают по ветру. Миша ему не хватает ветра. Ну, ну, понял. Но скорость у него хорошая, гоняет он. Ну, он быстрее выходит на глиссирование. Вот так Дима покатался минут 15, наверное. Вот такое увлечение у парней. Красиво, капец. Так, Дима побежал. Спасать Серегу. Отчего я пока не знаю, я не профессионал. Субтитры сделал DimaTorzok Так, все, приземлился походу. А, нет, еще не поднимается. Приземлился, но все нормально. Чик. Все. Накатались, пацаны. В таком красивом месте. Город Сочи. Герой. Самый южный город России. Это наш храм Кудэкстинский адмирала Ушакова. Видите, это креста, якорь. Адмирал Ушаков причислен к лику святых за свои заслуги перед Отечеством. Че, спас друга? Конечно. Че там он? Сейчас хватает, придет. Но посадил, хорошо кайт. Ну, я видел. Плавный он вообще. Не запутал, ничего. Никого не запутал? Доску принес. Вот такая доска. Она еще и плавает почему-то, хотя такая твердая. Да, да, вот чуть-чуть. Ты в прошлом году катался здесь, да? Нет, это мой первый сезон. Долгого перерыва. Ничего себе. Вообще ветер нормальный в Сочи, вот как? Лето? Как выяснилось, Сочи самый неудачный участок моря, ну, относительно ветра. Сюда ближе к Новоросту, там, в Канапе, там постоянные ветра. Там прогнозы недели не стоят. Потом приходится прямо выжидать прогноз, и то не каждый прогноз бывает точным. Гоняемся за ветром по всему побережью Сочи. Ну, а для нас, для ботаников, это просто хорошо, что ветра нет. Купаться, загорать, это курорт. Да, и есть сапсерфы на этот счет. Да. Я думаю, что еще одну сессию можно делать. Но мне все равно недостаточно ветра, чтобы грейсироваться. Скорость, да, низкая у тебя была. Ну, и навык. Навыка, конечно, не хватает. Так, вот идет наш герой. Семья, привет! Так, ну, три слова. Ну, классно, но ветер порывистый, он то есть, то нет. Вот, и пришлось, когда он кончил, слиться, выйти там чуть-чуть, потому что не хватило ветра, чтобы вернуться. И вот он сейчас такой же вот, пятнами идет. Ну, это говорит о том, что лучше не выходить, потому что он внезапно заканчивается, а потом больше... Как проземлился? Вообще отлично. Там слился, к берегу, сайт положил, на землю. Там вышел, смотал и пришел. Круто. Ну, скорость хорошая, как ты гонял? Километр, наверное, 50 было. Не, ну, особо на скорость я сегодня не гонял, я особо-то не прыгал. Вот, потому что непонятно какой ветер, я в этот ветер здесь пытаюсь, ну, первый раз, получается, с этого направления. Не знаю, с чего от него ждать, потому что на порывах может прийти такое, что полетишь, и где-то не хватит. Вот, поэтому аккуратненько-аккуратненько пощупал, посмотрел. Ну, опыт показал, что он реально нестабильный. Ну, там закончился, и вот так. Ну, слава Богу, мы будем журить, подготовиться. Ладненько, спасибо. Кино хорошее получилось. Когда будет ровно, стабильно, то кайф-шайф. И, конечно, улыбается, это хорошо. В Сочи? Погнали! Погнали! Продолжение следует...